В канун Дня памяти архистратига Божия Михаила, покровителя Вооружённых Сил России, в столице Кубани, в юбилейном микрорайоне, состоялся общегородской крестный ход с целью молитвенного объединения людей в поддержку защитников нашего Отечества. В этот день, с раннего утра, на Божественную Литургию в Храме Рождества Христова в молитвенном единстве собралось большое количество прихожан и гостей храма, чтобы прославить воскресшего Христа. Многие исповедались и причастились к святых христовых таинств. У нас приехал целый автобус поддержать крестоходцев. Мы идём крестным ходом в поддержку нашим воинам, чтобы небесные силы помогли нашим на передовой. Мы ждём вас, любим, вы наши герои, мы верим в вас и, конечно же, пришли поддержать. Для меня это радость. Я иду крестный ход, чтобы поддержать солдат всех. Крестный ход начался от Храма Рождества Христова и прошёл по центральному проспекту микрорайона под звон колоколов передвижной звоницы. Вслед за стягом Спаса Нерукотворного и иконы Воскресения Христова, иконами святых и развивающимися хоругвиями, исполняя тропари Пресвятой Богородицы и святым покровителям воинов, Архангелу Михаилу, Пророку Божьему Илье, Великомученику Георгию, Благоверному князю Александру Невскому, Великомученице Варваре, Праведному воину Фёдору Ушакову и многим другим небесным покровителям земного воинства. Духовенство и прихожане городских храмов, казаки Кубанского казачьего войска, паломники из епархии Кубанской митрополии, из Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, Хадыжинска и многих других городов Краснодарского края, а также соседних регионов Ростовской области и Ставропольского края, прошли в молитвенном шествии, прославляя Бога и спрашивая у Него милости и благодатной поддержки. И не видят на свои искусения, но спаси души наши... Конечно, хотелось бы, в первую очередь, выразить большую благодарность, что предоставилась такая возможность просто всем вместе помолиться за наших воинов. Это каждой женщине особенно очень необходимо. То есть вот те, которые тем более остались, может быть, одни, или те, у кого есть друзья, знакомые, кто сейчас находится на фронте. Мы с большим удовольствием прошли этим крестным ходом. Время пролетело незаметно вот в этом порыве, в таком вот... Надеемся, что благодаря, может быть, каким-то общим молитвам там на ребятам будет полегче. И они увидят, что здесь их любят и надеются, и ждут. Вот все, что мы можем сделать здесь, в миру, мы делаем вот таким методом, крестным ходом, какими-то акциями. Это вот наша поддержка солдат, ребят, которые там нас защищают на линии фронта. Не было равнодушно. Сила нашего народа пробуждается в вере, в объединении, в молитве. Песня. Песня. Мы приехали с Новороссийской группой специально поучаствовать в крестном ходе. Помолиться Богу, слава Богу за все, за воинов наших. У меня внучок воевал пять месяцев. Так что нам есть за что молиться. Бог с нами, победа будет за нами. Я искренне хочу, чтобы быстрее все закончилось, чтобы Господь, Матерь Божия, все святые всегда пребывали с нашими воинами. Среди участников были матери и жены, чьи сыновья и мужья сейчас на передовой сражаются за рубежи нашей Родины ценой своей жизни. Многие несли флаги, которые были освящены перед Божественной Литургией и которые в скором времени будут отправлены на передовую. Не обошлось и без чуда. Во время работы над видеосюжетом пришло известие о том, что одна из участниц крестного хода, от сына, который служит на передовой, с начала военной операции не получала известий. По завершению крестного хода получила сообщение и фотографию. Жив. А на фотографии над БТР развивается такой же стяг, спас нерукотворный, который несла любящая мама, верующая в Бога и уповающая на Его милость. Именно там, где сейчас идут сражения между светом и тьмой, добром и злом, происходит решающее сражение тех, кто с Богом и против Него. А поэтому самое время объединиться в молитвенной помощи и духовной поддержке защитников русского мира, потому что борьба за мир – это общее дело. Сегодня, дорогие братья и сестры, на Кубани прошел крестный и православный ход в поддержку воинов, солдат и офицеров, сражающихся за русский мир сегодня на фронтах сегодняшней войны. И как важно нам, живущим в тылу, где не рвутся снаряды, где есть что покушать, где согреться, где поспать, мирно провести детей в школу, в детский садик. Как важно нам всем, дорогие братья и сестры, сегодня как один мобилизоваться. Мобилизоваться на молитвы, мобилизоваться на чтение Слова Божьего в Саутире. И я всех вас благодарю за вашу ревность, за вашу любовь к Богу, за любовь к Матери Церкви, за любовь к России, что мы с вами сегодня вместе. И каждый, разъезжая в свои города, поселки, в свои станицы, везите самое главное – наше единение во Христе, воскресший победитель смерти. Он так и сказал. Не бойся, малая стадь, ибо я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Храни веру православную, где же тебе утверждение.